Пресса уже ищет серых кардиналов шатдауна. И вроде нашла. Кто заказал шатдаун, который обошелся стране в 24 миллиарда долларов? И заказал ли? Расскажет наш Сапкор в США Вениамин Трубачев. Тема бюджетного кризиса остается на первых страницах американских газет. Вероятность дефолта миновала, теперь журналисты пытаются докопаться, кто виноват в том, что страна оказалась на грани финансовой пропасти. Подозрения пали на богачей, братьев Кох. Их общее состояние по оценке Форбс около 80 миллиардов долларов. Так репортеры узнали, что Чарльз и Дэвид Кох щедро спонсировали организации, развернувшие кампанию за отмену президентской программы медстрахования. Напомню, именно эта инициатива Обамы стала главной причиной бюджетного кризиса. План шантажа якобы был прост. Не согласовывать бюджет и не повышать лимит заимствования без отмены Обама Кэа. Ну вот сами миллиардеры решили дистанцироваться от конфликта и написали открытое письмо Конгрессу, в котором отрицают поддержку шатдауна. Вообще, братья Кох в США известны не только как ярые противники Обамы, но и как люди с весьма радикальными взглядами. Они за распуск ФБР и ЦРУ, легализацию проституции, наркотиков, отмену пенсий и налогов. Им принадлежит 6 тысяч километров нефтепроводов, а также предприятия, где производится множество товаров, от салфеток до автомобильных стекол, и где трудится 60 тысяч человек. Они жертвуют крупные суммы обществом по борьбе с онкологическими заболеваниями, хотя сами выпускают канцерогенную продукцию. В этот раз затея братьев Кох не сработала. Программа медстрахования после голосования в Конгрессе практически не претерпела изменений. Вениамин Трубачев, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Вашингтон.